Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей, мы продолжаем работать в Элмкрике. Вместе с Джоанной у нас бесснежный январь, он только все покрылась инием. Значит, как вы помните, из прошлой части у нас были грандиозные покупки, и сегодня, в январе, мы с вами продолжим эти самые грандиозные покупки совершать. Но перед этим нужно, конечно же, пополнить кошелек немножко. 5900 на это особо не разгонишься. Но для начала, для начала Джоанна заполнит водой наш мини-заводик по производству известий. По свежему инею прокатимся. Так, вот говорили мне залезть в настройки, немножечко подкрутить скорость закачки воды вот из этой скважины. И оно действительно было бы более реально все-таки. Это больше на гидрант похоже, там напоры ого-го какие. Но забыл, каюсь, забыл. Так, давайте смотреть на цены, пока у нас там вода наполняется. Значит, что мы можем продать в январе? В январе мы можем продать не яйца и не шерсть. Значит, хлеб, вот по цене 5302, 5305. Это или у Джонсона, или в красном рамбарном боулинге. Вот цена здесь, правда, видите, подросла. Но это нарисовали, видать, ту цену, по которой мы продавали. И в январе вот немножечко цена упала на стольник. Но, тем не менее, там две палетки есть, так что запросто можно это все дело организовать. Так, что у нас здесь? Ах, вон он, у нас тут выгрузка остановилась из-за того, что не заведем двигатель. Ну, пусть молотит, пусть выгружает. Я думаю, много не израсходует солярки. Далее. Мы можем продавать... Так, нет, мед, цена... Цена не аховая. Кстати, вот до этого в игру заходил. Мед был в марте. Сейчас вот уже в феврале. Фиг поймешь. Говорили не слушать этот график. Ну, я примерно так цену, скажем так, мониторю по этому графику. Не более того. Вот салат можно продавать. Смотрите, у Джонсона 3,460. Как вам такое? Дальше. Помидоры. 1655. Ну, в закусочной помидорке подороже. А у нас помидоров-то будь здоров. И эти 30 долларов, они в итоге, может, даже в тысячу вырастут. Так, ну и на продуктовом рынке у нас клубничка. Клубничка. Остальное все пока что... Пока что отпадает. Так, что тут у нас? О как! Это ж сколько туда влазит, а? Извести. То есть воды. Ну, походу, две бочки таких влазит, наверное. Камней у нас, правда, не очень много осталось. Но... Зато, смотрите. Извести 58 кубов. А у нас сейчас поля будут большие. Так что, может быть, и известь даже... Не всегда будем продавать. Вот в чем дело. Оп. Так, ну-ка, где? Начать наполнить. Все. Вот, наполняться, слава богу, может с заглушенным двигателем. Так, а мы с вами отправляемся. Вот этот трактор взять. Или сразу не лохматить бабушку, а... Пересесть вот сюда. Так. Давайте определимся для начала. Значит, кому мы будем продавать хлеб? Там есть два палета. Хлеб мы будем продавать Джонсону. Так, дальше. Салат. Салат мы тоже однозначно будем продавать Джонсону. Поэтому едем сейчас за хлебом. На такой фуре за хлебом, да? Звучит как-то диковато немножко, но тем не менее. Едем за хлебом. Так, автозагрузка у нас поддоны. Вот так вот. Тут уже видно сразу, что серьезная техника поехала. Не то, что вначале мы какими-то там пердунками возили. Так, у меня вопрос другой. У меня вопрос, как мы туда заедем и как выедем потом. Хотя, собственно, для опытного дальнобойщика это вообще не вопрос. Но Джонсон-то у нас не опытный дальнобойщик, правильно? Так. Штора открылась. Мы с вами загружаем все это дело. Штора закрывается, да? Два палета хлебушка. Так, а ну-ка еще раз попробуем штору открыть. Ага. Здесь же. Вот я никак понять не могу, где у нас этот... Как это работает? Как ее переключать? Стороной выгрузки, что ли? Ладно. Не суть. Не суть. Я думал, может, по очереди как-то меняется. И вы помните, один раз бывало, что штора вперед отодвигается, другой раз назад. Вот как это работает. Вот я пробовал сторону выгрузки менять, но... Что-то у нас это... Не срабатывало. Так, раз в эту сторону у нас штора отодвигается, давайте с этой стороны мы начнем автозагрузку. И задние двери открыли. Задние двери пока не надо открывать. Так, салат. Еще раз перепроверяем. Салат мы Джонсону везем. Да. Джонсону мы везем салат. Помидоры мы везем... Кстати, тоже Джонсону пох... Нет. В закусочную. Помидоры мы в закусочную везем. А клубнику... На продуктовый рынок. Все, поехали. Так, здесь еще у нас ухранение есть, поэтому подождем немножко. Оп, оп, оп. Так, хорошо, поехали дальше. Есть такое дело. Так, тоже подождем с хранения пока выведут палетки. О. Так. Смотрите, на хлеб не становятся. Почему? Потому что высота другая, да? У хлебушка. Так, ждем. Вот здесь грузчики шустрее сработали. Блин, мы еще и за один рейс не увезем, что ли? Обалдеть. Вот так, значит, да? Подождите. Не, должно вместиться. По-любому должно. 50 из 50. Все, что ли? Да быть того не может. Там еще место для третьего ряда есть. Проваливается он тебе, смотрите. Да, 50 из 50. Больше не влазит. Не влазит так не влазит. Может, по грузоподъемности просто оно не хочет влазить. Ладно. Давайте закроем штору тогда. У нас же трактор есть. Сейчас мы наш маг временно вот сюда вот поставим. Я думаю, не против будут заправщики. Что-то на дороге не бросать-то. Так. Автозагрузка. Поддоны. Вот. Ну, ничего. По свежему воздуху отвезем чуток. Здесь, кстати, 44 поддона вылазит. Так. Ну, давайте. Во! Все, что не влезло. Так. Все. Джонсону мы больше ничего не продаем. А он с ценой. Пролетел малеха в этом сезоне. Так. Оп. Ну что, поехали? Нормально проходит. 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 Так. Нужно ехать так, чтобы он не отставал от нас. Пока настраивал круиз-контроль. Контроль. Так его. Гада такого. Работяга. Красавчик. Пока круиз-контроль настраивал, немножко вылез. На полосу. Ну, давайте вот так вот. 49 пойдем. Я думаю. Вот там сколько? 52 вроде идет трактор этот. Не должен потеряться. Идет нормально. Смотрите, прицеп как просел или мне кажется. Реально. Такой вес или... У крона всех у кронов посадка такая. Ну, вряд ли, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ремни щелкают, как будто продавцы все аплодируют там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что товар им приехал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, на 93 600 продали хлебушек с салатом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, стой, 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 не едь дальше. Вот зараза. Проскочил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работяга. Ну да, у него сейчас... Не все продастся. Так, 22 300 и... И еще 1900. Ну, смотрите. 123 800 в итоге имеем. Это говорит о чем? Что не зря выращивали весь год, блин. Салатик этот. Так, пускай тут пролетит. Да и этот тоже. Все, вылазим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, вот у Крона посадка такая, наверное, прицепа. Я думал, он просел аж в крылья вдавило там. Салат, наверное, не сильно тяжелый. Ой. Навстречку-то не надо выезжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вылазит трактор наш. Хорошо. Поворот забыл выключить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего-то трактора не вижу. А, между ним трафик залез. Давайте трафик пропустим, что ли? Или трафик тоже полтинник едет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, спасибо, друг. Иди кури бамбук. Так, что у нас дальше по списку? Помидоры. Помидоры, помидоры. Закусочная. Отлично. Я думаю, здесь не будем мы с фолуми возиться. Здесь рядом, через дорогу, можно будет и на фуре несколько раз слетать. Так. Сейчас надо так подъехать, чтобы все захватывалось. О, автопогрузка, 25 штук. Зимние помидорки, да? Вспоминается сразу песня Муромова, «Яблоки на снегу». Розовые на белом. Так. Овечки не понадкусывали, не? Нормально? Блин, тоже 48, 50. Вот можно же было сделать еще рядок, а? Почему? Ну, кажется, из-за этого... А, нет, смотрите. Наверх. А, наверх залез он, потому что... Вот здесь вот не поместилось, но... Блин, должна же... Или уже не достает триггер, или что? Ладно. Мне еще говорили, что должна быть ровная поверхность, типа. Но что-то меня терзают смутные сомнения. Здесь просто прописано 50, и все. Скорее всего, мне так кажется. Джоаннка виртуозно вырулила. Сейчас надо виртуозно сюда заехать. Стоило ли зашториваться? Вопрос. На засыпку. На засыпку. Вопрос. Здесь, смотрите, в ладоши хлопают Так, что лучше видно будет, правильно? Чего есть, собственно Ну, наконец-то продалось Так, ну, не так много в целом Но это же еще не все Не все помидоры, это мы только запасы За кромов родины Вытащили Ну, поехали Что, излишков нету больше, что ли? Нет, есть Вот, теперь дальше поехали Ну, нифига, вот под наклоном стоит и все равно загружается Но не загрузилась вон та часть Может быть, может быть и правый Насчет наклонов Так, а где я? Излишки О-о-о-о Все, 50 из 50 Серьезно? Ладно Ладно Но и то неплохо Клубники столько не будет Перед клубники мы часть уже продали Постоянно об эту трубу я чем-нибудь цепляюсь И на пикапе цеплялся И на маке Смотрите, написано Помидори Хе-хе-хе-хе-хе Ёлы-палы Не обращал внимания Реально Помидори Прицепом теперь Да ладно Или там куст могучий А-а-а Я понял Дверьми за тот куст могучий зацепился Так, все Теперь-то можно открыть Так, ну вот Смотрите На овощах мы Почти половину Силостных денег уже сделали И кто-то писал в комментариях Что типа Сила Всему голова Больше ничем заниматься не надо Вот смотрите Овощи Салатик Помидорки Сейчас еще клубнику продадим Вот пожалуйста Тоже 200 тысяч О, пойдет Не знаю Всегда приятно Почему-то продавать И смотреть Как денежки капают На счету Просто я к чему это говорю Многие говорят Типа Нифига не занимаешься Только продажа Это неинтересно Не знаю Мне почему-то Вот Продажа даже бывает Интереснее Чем Непосредственно Сам уход За всеми вот этими Теплицами Овощами Все Так Ну здесь конечно Да Здесь мы радиус Не взяли уже Субтитры ну последняя партия томатов интересно куда они все это разместили наверное вот здесь вот у них где-то холодильник такое подсобное помещение а а а и а и 222 тысячи последние помидоры медленно забирают, уже обожрались все, господа, за клубничкой поехали 227,700 клубнички у нас, наверное, много не будет и клубничку мы везем с вами клубничку мы везем с вами на продуктовый рынок нифига себе, много не будет нормально, уже с одной теплицы пол прицепа представляете, если бы мы и не продавали ее там бы вообще оттаз был бы, да? ну, запас из-за кормов родины выдайте обалдеть сейчас сюда не хочет проваливаться один поддон ну и ладно ну и фипы с ним так, придется трактор тот задействовать тогда и то мы все не загрузим так, прицеп начинает жить своей жизнью сейчас из-за кормов нацепляем полна коробочка не, не хочет а че? давай чуток продвинемся опять не хочет за ним следовать он почему-то вон Антонио Караро выбирает вместо этого о, Мак суперлайнер и все равно зараза все равно не хочет за ним следовать ладно попробуем наоборот сделать Мак поедет за трактором и Мак не поедет за трактор что ж такое а нет смотрите-ка уболтал все-таки он правого парня так, какие-то глюки происходят у меня почему-то 19-20 фпс это 100% с этим с follow me что-то не то или какой-то скрипт мозги мутит, крутит ну сейчас доедем сейчас посмотрим отпустит или нет он, наверное, по картинке даже видно че происходит да, 18-9 оп все, отпустило а че это было так, поехали здесь деньги здесь деньги не такие большие конечно о, о вы видели? трактор исчезал что-то что-то или как-то как-то что-то как-то это но вы 25 тонн клубники Обалдеть Или это мод, который снимает ограничения с поддонов, может он? Продолжение следует... Все, кропотяга Понял, что от него хотят Так, пока здесь остановимся, может быть... Может быть, все влезет в прицеп А все, скорее всего, влезет в прицеп Осталось-то фиг да маленько, наверное Нифига себе фиг да маленько Не слабый такой фиг с маленьком ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА